МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем огромный привет! Вы смотрите Гаджеты и люди, самую технологичную программу на ТНТ-Мьюзик. И с вами я, Алёна. Сегодня в выпуске. Самый обаятельный робот. Российские звезды активно пользуются призмой. Павел Дуров выразил протест. Школьников будут обучать по компьютерной игре. Самолет с солнечными батареями облетел тихий океан. На Майкрософт подали в суд. Эта неделя богата на события, поэтому говорить сегодня будем о новостях индустрии. Мы уже видели разных роботов, но тот, о котором речь пойдет в следующем сюжете, просто поражает своей милотой. Смотрим. Козмо внешне выглядит как бульдозер в миниатюре, и его вполне можно спутать с игрушкой, если бы не одно «но». Робот умеет выражать свои эмоции и готов к самообучению. Он оснащен камерой и монохромным дисплеем. Козмо примечает все вокруг. Он хорошо распознает лица и радуется тем, кто играет с ним постоянно. А вот с незнакомцами сразу на контакт не идет. Но это лишь вопрос времени, пока застенчивость не пропадет. Этот робот очень самостоятельный. Он познает окружающий мир, оценивает разные ситуации. В комплекте с ним идет несколько кубиков, чтобы Козмо было чем заняться в ваше отсутствие. Робот собирает из них башни и рушит их. Это любимое занятие Козмо. Только не вздумайте вмешиваться в этот процесс, иначе робот будет зол. Стоимость одной такой игрушки составляет 180 долларов. Секрет обаяния этого робота раскрыт. Говорят, что в разработке активное участие принимали аниматоры из Pixar. Приложение для обработки фотографий призма, о котором мы говорили вам еще на прошлой неделе, продолжает набирать популярность. Давайте заглянем в инстаграм российских звезд и посмотрим, какие шедевры получились у них. Телеведущая Ольга Бузова нашла применение приложению и порадовала подписчиков стильным снимком в купальнике, который на этот момент собрал уже 110 тысяч лайков. Не отстает и певица Нюша. Правда, о призме она узнала лишь на днях и ограничилась одной фотографией. А вот ее коллега по цеху Сергей Шнуров сделал даже маленькое видео, где он томно курит. Не остался безучастным и Дмитрий Анатольевич Медведев. Правда, в его коллекции пока лишь пейзажи. В сети сейчас очень много умельцев, которые из обработанных фотографий делают короткие видео и даже комиксы. Поэтому разработчики всерьез задумались о том, чтобы научить призму обрабатывать еще и видео. Пока одни делают интересные снимки, другие выражают протест. Так Павел Дуров, основатель соцсети ВКонтакте и Телеграм, отказался подчиниться закону. 24 июня Госдума Российской Федерации приняла законопроект, согласно которому интернет-сервисы должны предоставить спецслужбам ключи до шифровки всех сообщений. Операторы должны хранить записи всех звонков и переписку пользователей полгода. Павел Дуров подчиниться этому законопроекту отказался, сказав, что Телеграм не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительство. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику. Напомню, что за неподчинение предусмотрен штраф, поэтому Павел может потерять от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Операторы негодуют и сетуют на космические расходы, связанные с новыми поправками. А про закон о том, что телефонные разговоры нельзя записывать без предварительного разрешения суда, и вовсе все забыли. Сейчас в автошколах обучают вождению на симуляторах, а совсем скоро и в обычных школах экономику, политику, а также историю будут изучать с помощью компьютерных игр. Компания Glass Lab получила разрешение на то, чтобы доработать популярную компьютерную стратегию Civilization 5 и использовать ее в образовательных учреждениях. Играя, школьники смогут окунуться в события прошлых лет, наглядно увидеть разнообразные битвы, познакомиться с военно-командующими и другими известными историческими личностями. Таким образом, легко и непринужденно учащиеся познают не только историю, но и экономику, а также научатся дипломатии, поскольку в игре придется решать вопросы с лидерами других стран. Разработчики возлагают на стратегию большие надежды, ведь процесс обучения в игровой форме при правильной подаче гораздо интереснее и эффективнее. Про рюкзак с солнечными батареями мы вам рассказывали ранее, а что вы скажете про целый самолет, который питается энергией солнца, да еще и летает на дальние расстояния? Самолет под названием Solar Impulse 2 весит 2300 килограммов, а размах его крыльев больше, чем у Боинга 747, целых 72 метра. В обшивке 17 тысяч солнечных элементов, которые обеспечивают самолет энергией. Это чудо инженерной мысли поднялось в небо на Гавайях, позже благополучно пролетела над мостом Золотые ворота в Сан-Франциско и приземлилась в Mountain View, в самом сердце Кремниевой долины. На этом путешествия самолета не заканчиваются, в планах у пилотов еще не один маршрут, поэтому пожелаем ребятам хорошего полета и удачной посадки. Обычная жительница Калифорнии подала в суд не на Абы Ково, а на Microsoft, одной из самых крупных компаний. Чем это закончилось, смотрите в следующем сюжете. Терри Голдштейн, сотрудник туристического агентства. Большая часть ее работы связана с ноутбуком, который был под управлением Windows 7. Спустя время после анонса новенькой ОС по цифре 10 ее компьютер автоматически обновился. Терри утверждает, что ее об этом не спрашивали и система обновилась самостоятельно. После ноутбук постоянно зависал, выдавал разные ошибки, и Терри попросту не могла нормально работать и теряла прибыль. Жительница Калифорнии, недолго думая, подала жалобу в суд. Иск одобрили, и теперь Microsoft в срочном порядке должна выплатить Голдштейн 10 тысяч долларов. Иск был настолько логичен, что даже такая крупная компания, как Microsoft, отказалась от апелляции, чтобы избежать возможных издержек в дальнейшем. На этом все. Ищите нас в сети, подписывайтесь, чтобы быть в курсе самых актуальных событий. И ждите новых выпусков. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!